На прошлом уроке мы провели грамматический разбор глагола Ярджуна. Повторим его кратко, но уже без перевода и продолжим дальше. Итак, Ярджун это феалун мударьян, морфуун, ли таджарудихи мин нансаби вальджазми, вааламут рафи субут ннуни, не абатан анидддаммати, льяннаху мин афаалил хамсати. Дальше. Вальвау, вау это дамирин муттасын, слитное местомение, его называют вау вальджамаати, то есть вау являющийся местомением множественного числа мужского рода. мирifi. Мабдивин аль с сукони с неизменЯемым окончаем, с суконом на конце. Фимахали рафин на месте падежа арраф. Фааль, то есть является п-фаалем, действующим лицом глагола Ярджуна. А как известно, фааль должен быть в состоянии аррафа, в именительном падеже. Но из-за того, что вау — это местомение с неизменЯемым окончанием мы говорИМ hidden spelled. На месте падежа арраф. Вальфи Хамсати тэ х grow up. Фааль. То есть глагол Ярджуна. и его фааль, местомение вау, все это жумлятин фаалитин, глагольное предложение. Фимахалинаспин на месте падежа аннасп является хабару кана, хабар глагола кана. А как мы знаем, хабар глагола кана должен быть в состоянии аннасп в винительном падеже. Вспомню, как на прошлом уроке в этом аяте мы говорили иннахм кану ла ирджунах сабан. Про этот аят мы упомянули исм, частицы инны, и сказали, что упомянем его хабар, после разбора, предоходящего после него слова. Также мы сказали, что вау в глаголе кана это исм, глагол кана. И также сказали, что не упомянем его хабар, пока полностью не разберем следующие за ним слова. Итак, мы здесь упомянули хабар глагола кана, который выражен глагольным предложением ла ирджуна. И прежде чем упомянуть хабар частицы инны, мы докончим разбор предложения ла ирджуна хисаба. Осталось слово хисабан. Хисабан это мафул михи, прямое дополнение глагола ирджуна. Он субан бил фиали, поставлен этим глаголом в состоянии наспы. Вааламбуты наспы, признаком его состояния наспы является альфататазлахирату аля ахири, явная фатха над его окончанием. Следует упомянуть, что хисабан это мастер от глагольного имя, имя действия, аля возник фиалин, по форме или по модели фиалин, который является одной из двух форм его глаголов. Вторая форма это муфаалатан, то есть получается мухаасабатан. Значит, кану ла ирджуна хисабан это то же самое, что кану ла ирджуна мухаасабатан. Они не надеялись на расчет. Завершая, скажем, что глагольное предложение ла ирджуна хисабан является хабаром глагола кана, фи махалин наспен на месте падежа аннасп. Поэтому оно может быть заменено одним словом, а точнее зафетным сочетанием гойра ра джина. То есть кану гойра ра джина хисабан, они были не надеющимися на расчет. Дальше мы сказали, что глагол кана со своим истмом и хабаром является долгожданным хабаром частицы инна. Кану ла ирджуна хисабан все это глагольное предложение является хабаром частицы инна. Фи махалин на месте падежа арраф, как и подобает хабару частицы инна. Значит, исм частицы инна это слитное с ним местомение альха, словосочетание иннама. А его хабар это все глагольное предложение кану ла ирджуна хисабан. Потом все это именное предложение, то есть частица инна с его исмом, с его хабаром все вместе взято. это у нас уже будет именным предложением, возобновляемым или новым предложением, не имеет места в падеже. Дальше, именное предложение, состоящее из Исма Инна и Ухбры, вырождено глагольным предложением, все это предложение, как мы сказали, новое или возобновляемое предложение, поясняющее причину, то есть они будут так жестоко наказаны в аду, почему? Потому что они не надеялись на расчет, значит это предложение не имеет места в падеже, и поэтому мы говорим, не имеет места в падеже. Перейдем к разбору следующего аята. Они полностью отрицали наши аяты, наши знамения. Дословно они отрицали наши аяты отрицанием. Аль-Вау это харфа Атфин, союзная частица, мабния Аля Фаттин с неизменяемым окончанием, с Фатхой на конце. Кадзаба это фаулин мадан, глагол прощачего времени, мабния Аля Доми, с неизменяемым окончанием, с Дома на конце. Почему? Литтисалихи би вавиль джамаати, из-за его присоединения к местоменю множественного числа мужского рода Вау. Аль-Вау это дамир муттасна, слитное местомение, мабния Аля Сакуни, с неизменяемым окончанием, с Сакуном на конце. Фи махаля Рафа на месте падежа Аль-Рафа, фаулин, действующее лицо фаулин этого глагола. Вал-Алифу, после местомения Вау, это Алифут Тафрик, или Алифун Фааликутн, Алифун Лит Тафрик, то есть для различения между этим местомением Вау и другими видами Вау. Вал-Фиалам Аа Фаали, глагол с его фаалем, жумлятун фиалитун, глагольное предложение, маа туфутун аля жумляти Кану Ла Ирджуна, соединено с предложением Кану Ла Ирджуна, то есть поистине они не надеялись на расчет и отрицали наши аяты отрицанием. Би-Айятина, Аль-Ба это харфу Джарин, предлог родительного падежа, мабниу Аля Касрин с неизменяемым окончанием, с Касрин на конце. Айятина, Айятина это Исман Маджрурум, би-Харфа Джарин Аль-Ба, это имя поставлено предлогом Аль-Ба, предлогом родительного падежа, в состоянии Аль-Джар, и признаком состояния Аль-Джар в этом имени является Аль-Касрата Захрату Аля Ахрия, явный Аль-Каср на его конце. В Аль-Джару Валь-Маджрурум, харфу Джар, то есть предлог родительного падежа, и поставленное им в состоянии Аль-Джар имя, мута'алликаны бель фи'али Каззама, связаны, то есть состоят в сумасловой связке с глаголом Каззама. Каззабан, это мафуулен мутлакун, абсолютно мастер, усиливающий смысл своего фактора, своего амена, то есть глагола Каззаба, то есть каззабу Каззабан отрицали отрицанием, значит Каззабан это такое же мастер от глагольное имя для глаголов породы фа'али, то есть Каззабан и Такзибан это одно и то же. Как известно, мафуул мутлак, о котором мы более подробно поговорили, разбирая Аль-Джаза и Уфа'ка, это мафуул мутлакун, относится к мансубатам, то есть к тем именам, которые ставятся в состоянии Аль-Насб. У Аль-Амута Аль-Насбе признаком его состояния Аль-Насб является сэ аль-фатхата аз-захирату аля ахири. Явы на фатха над дьяво окончанием. На этом все на сватина. Аль-хамду лиллах и раббил ааламин.